Давайте я на своем личном примере расскажу вам, что такое сценарий для меня и почему это важно, почему это архиважно. Года четыре назад у нас возникла идея, возникла мысль и возникла такая, даже не мысль, а парадигма, да, что видео завоюет мир и будущее за видеоконтентом. Мы ее вынашивали, мы ее растили, мы ее холили, лею эту всю идею, но все это прошло, потому что специалистов, готовых доказать нашу теорему и превратить ее в аксиому было мало. Мы находили какие-то отрывки, причем мы предлагали этим специалистам стать нашими кураторами, стать нашими менторами, но сталкивались с каким-то ширпотребом в большинстве своем. Почему? Потому что по большому счету все, кто хоть как-то снимает видео, они ссылались на кинооператоров, киноиндустрии, документы, то есть на большие телеканалы и нам рекомендовали брать условно людей, которые занимаются в киноиндустрии. Но у меня есть четкое понимание, что я человек, который продвигал сайты, контентные сайты, интернет-магазины, я знаю цену журналистам из МГУ там, да, из журфака. Ну, для тех, кто не знает, для молодого поколения, раньше МГУ там, да, это Московский государственный университет, там был журфак, и попасть туда, это люди готовы были отдать там пол жизни, пол квартиры, пол всего, чтобы попасть туда и стать журналистом. Но эта профессия сейчас, она исчерпала себя, ну, в своем многообразии, потому что там до сих пор, наверное, я не знаю, но раньше журналистов учили делать статьи правильно. То есть, чтобы сделать хорошую статью, он должен был изучить материал, поехать на место, там опросить, пятое. И одна статья занимала месяц, а то и два, но зато она могла выйти на первой полосе, там, Комсомольской правды, либо там в известиях, и автора все знали. Сейчас время технологий, и те, кто замечательно пишет статьи месяц или два, они уже на обочине этой, я считаю, дороги, да, потому что, в принципе, печать вытеснила желтая пресса, а вот то, что читаем мы, это такие разовые новости, разовые заголовки, в принципе, сейчас журналист никуда не выезжая, имея пару копирайтеров хороших, имея пару новостников, может делать собственный контент. К чему я это говорю? К тому, что люди, которые работают на телевидении, они не способны угнаться за трендами, за тем диджиталом, что приходит, за теми новостями в индустрии всего, потому что еще буквально три года назад, чтобы вести прямую трансляцию, приезжали огромные-огромные автомобили, там были огромные-огромные кабеля, к ним проведены огромные антенны, и они вещали в прямой эфир. Вы помните, когда приезжал там телевизор, это там автобусы, грузовики, и это все вещало в прямой эфир. То есть те люди, которые обучались телевидению, либо те люди, которые обучались правильному киношному производству, они не догоняют скорости, но, теперь внимание, сценарий остался незыблем. Вот постановка сценарий и этот постулат, что если у вас нет сценария, у вас нет ничего, просто запишите себе его. Мне об этом никто не сказал. Мне все говорили, что там видосики снимать, вам со стороны кажется, вам кажется, что там снимать, я там пойду наснимаю и все будет чики-пуки. Когда я приходил к представителям компании, ну давайте снимем вам рекламное видео у вашей компании, я им объяснял, рассказывал, показывал, там все это там заходило. Два часа я выступал перед ними, в итоге они кивали своей грибой, говорили, ну да. А потом говорили, зачем ты нам, у нас же есть телефон, у нас же есть камера, мы лучше за то, что гроши те отдадим тебе, мы наймем себе у штат человека, он будет снимать нам, снимать, снимать и снимать. А снимать надо знать, что? Вы можете столкнуться с этим вопросом тогда, когда вы приезжаете условно отдыхать и вы решили сделать свой тревел-влог, туристический видеоблог и вы думаете, что вот я-то там наснимаю, а приезжая на место вы вроде бы и знаете, что снимать, а вроде бы и не знаете, а то, что не написано, вроде бы как бы вы, вот многие же узнали, да? А потом вы снимаете треш и такой, я это снимал, я это уже, а зачем мне это, а почему? Потому что у вас нет контент-плана и не важно это, тревел-блог, семейный влог, кулинарный влог, рукодельный влог, у вас должен быть сценарий. Опять я возвращаюсь к себе, когда мне люди, знающие люди говорили, что начинай со сценария, я улыбался, я говорил, ну поймите, зачем мне сценарий, зачем, я же знаю, что надо показать вот это, вот это, напиши, ну напиши и все. Когда я писал, я понимал, что я не сценарист, я не понимал ценность людей, которые называются сценаристами, я вот просто как бы, это для меня были никчемные люди, которые в принципе какой-то пишут сценарий, ну и чего, и даже когда я читал сценарий, то есть если вы возьмете сценарий, там готовый в интернете, прочтете его, то для вас это будет дикий ужас, потому что это продакшн, это большая компания, где все расписано по секундам, где все расписано и там вот огромная студия и ты понимаешь где-то головой, что ты это не потянешь и думаешь, я это все упрощу. Когда у меня начало не получаться, когда я начал делать полный трэш, когда я начал анализировать других и понимаю, что в принципе все наши ошибки, они напрямую именно потому и совершаются, потому что у нас нет сценария. Сценарий для вас, как для видеоблогера, это когда есть проект вашего дома, если вы строитель, то есть когда строитель приходит и начинает строить дом, он начинает с проекта, он видит что в этом доме, где несущие стены, где перегородки, где какой фундамент, где розетка, где потолок, там все прописано до мелочей и он не может ошибиться. А если у него сценарий, как помните у нас, там типа вот в таком формате, если у него ваш дом будет на листике, на салфетке написано там, да, вот тут дверь, тут окно, то вы получите, в лучшем случае получите избушку на курьих ножках. Вот это важно. Теперь объединяем сейчас те, вот я вам точно и с уверенностью говорю, те люди, которые делают классный видеоконтент, они начинают свое видео со сценария, просто вы об этом, ну не знаете, а если вам где-то и мельком говорят, то вы такие, ну сценарий я напишу и ваш сценарий он хаотичен, это ваш как проект, он хаотичен, он в хаосе, потому что там нет структуры, там нет ответа на запрос зрителя и вы можете мне апеллировать, говорит Александр, а какие запросы дает зритель, он в принципе, зритель, который смотрит канал о тортах, это зритель, который, у него одни вопросы, зритель, который смотрит семейный влог, у него другие вопросы, а зритель, который смотрит детский канал, либо канал о стиле мужчины, это там третьи вопросы, а влог там о, не знаю, онлайн школы, либо там, ну там четвертые вопросы, и вы будете не правы. Потому что, когда я себя так убеждал, я встречался с очень грамотными людьми, я покупал у них консультации, я делал из них себе менторов, которые меня обучали взамен на что-то, да, и получал от них обратно связь.